Эта тема посвящена нечастным случаям. В принципе, скажем так, обобщенные темы. Мы поговорим немножко о тем нечастным случаям, которые были в Украине. Какие можно сделать выводы. И, как сказать так, постараться в будущем не заступать на те же правды. И, скажем так, хотя бы тот опыт, который уже состоялся, надо его учесть в принятии наших решений. Хотелось бы и так отдать общее, в виде того, что сами учащие имеют определенный набор ключей. Но, как правило, все ли свободы можно увидеть на несколько под рук. А с другой стороны, тоже нужно сразу договориться, что никогда не бывает. Ну, точнее, бывает, но довольно редко, когда срабатывает тетрадь какая-то причина. Когда-то наступил макабли, и, значит, случился ЧП. Он, как правило, срабатывает цепь взаимосвязанных событий, каких-то принятых решений, и уже в комплексе они превращаются в ЧП. Вот, что-то оно может стать этим, как бы, спусковым пучком. То есть, после нажатия которого все происходит. Но, как правило, когда смотришь на ЧП в целом, то начинает выплывать одна картина. Одно из действий, которое мы могли привести, и, если бы что-то сделали, мы были введущим. Вот, принципиально, если говорить о больших причинах, то, ну, вопрос, о моем роде, как правило, это недостаточная организация. Вот, как бы ни славно звучало, да, даже в многих случаях, когда спусковым крючком служит какой-нибудь там технический фактор, в виде там, развязался узел, отцепился сам остров, залетел камень, да, вот, то всегда в обновлении там всего стоит, скажем так, недостаточный подход к организации. Вот. Недостаточно серьезный подход. В чем это может выражаться? Начиная от состава группы, сбора группы, с определения целей, вот так, и заканчивая планом тех тренировок, которые должны быть в группе до похода. Сюда же можно включить подготовку к походу, чтобы уработка может что-то. Скажем, типичные проблемы, я уже на этой папке это говорил, на конце, типичные проблемы в неделе уходов, это, в большинстве случаев, неправильно построить походу, а потом это провоцирует какие-нибудь другие следствия в виде гонки, попытки догнать и так далее. Но, в хорошей ситуации, если заканчивается выяснением типа, с чем мы с вами шли, в плохих случаях, бывает, более приятные. Дверь! 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 С regimen делал 視руй отпусков, надъемов и так далее. Следующий такой большой фактор – это умение уже противостоять самому ЧП в процессе. То есть, когда случилось что-то, либо, оказавшись по ходу, не закладывается в определенные решения и запас прочности. То, что я сейчас рассказываю, оно, можно сказать, на сиренном щеке можно посмотреть с разных сторон. Есть хорошая книжка Николая Олкова, есть книжка Олимова о ЧП в грудном туризме, она еще выпущена по средствам в союзе. В ней довольно подробно разумно. Есть хорошая книга «Безопасность и улюбинизме», в ней очень подробно расписана для деталей, для каких могут быть ЧП и как, ну, что служило в том средстве. Несмотря на то, что эти книжки уже за 20-25 лет, они успешно выделяют ритуальности. Я бы рекомендовал прощения с точки зрения, с точки зрения средств и видеть, какие средства можно рассматривать в разных ситуациях. Там рассматриваются и типичные, скажем так, институционные задачи, но то, что на этой лекции это очень влияет на многих жителей, да? Как они могут выглядеть в современном стране, что-то влияет на Украину. Следующий такой еще момент, мы, как сказали, про то, как можно смотреть на эти ЧП, да, с каких общих ракурсов. Это и немножко поговорим про детализацию. Поскольку я, в общем-то, больше говорю про КЭШ и горные походы, хотя для остальных, возможно, это тоже актуально, я ослабо говорить про КЭШ. Где-то много назад прозвучала фраза, где, слава богу, пешеходный туризм в серьезных пределах, на частном случае, убегают. Ну, украине, украине. Но, как это, не прошло там буквально какие-то времени, мы получаем какую-то, скажем так, реакцию, я не знаю. Как это назвали. Вот. Во-первых, поднялся наверх такой факт, даже, в одной социалистической группе, в ходе, на то частотные инфекционы, с инфекцией, вот, парень подцепил эцефалит. Впоследствии довольно трагические, вот, человек с инфекцией оболонной. Соответственно, молодой отец, да, и довольно сложная из-за этого ситуация в Сибири, потому что еще был большой риск вообще оставить самому живу. Вот. Хотя казалось бы, пешеходный туризм в походе ничего сложного нет. Вот такого. Сверхсложно. В том числе, в них там, в дюксериане, в весенние доверевок. Вот. Вот. Пламентарные вопросы привива, просмотра в свое время, вопросы, может, и выбора отъема. Вот. Но. Такое есть. Игорь. Я почему говорю о пешеходный туризм? Потому что, если сейчас на ЧП на порядок меньше, и они все, насколько это не должны, ну, просто них нужно сказать, это запомнить. Ну, второе, это этим летом. Это, наверное, будет касаться не только пешеходного дверей, но и больше, по-дорому. Тоже касается, значит, поход в Турцию, вот, тоже киевский проводитель. А, значит, в четвертой категорической сложности выпустились, приехали в Турцию, начали маршрут на втором переходе. Парень умирает от, ну, скажем так, проблем с сердцем. Вот. К сожалению, результаты вскрытия турецкой власти не, так скажем так, не поделились. Поэтому мы можем всплыть только предположение. Справка об этом, которое мы еще в России, будет активно обсуждаться в самых предприглядных и предприглядных виде. Вот. Но, по крайней мере, там изложено то, как это все видела Туркман, и то, что может быть причиной. Причиной оказалось, что в дороге, ну, в первый день похода, в первый день похода, в первый день похода. А, ну, человек, по-моему, 33 года, берет вода и все. Вот. Что мало и что сыграло факты. А, вот. Ну, даже так. Первое – это то, что руководитель о своем участнике толком ничего не знал. Ну, т.е. он знал, был знаком. Вот. Вот. Вживую они там не виделись. Вот. Общались больше через брата этого участника. Вот. Никаких, ну, совместных тренировок, где можно было проверить хотя бы общее состояние в седневной тропе, не было. Ну, не факт, конечно, что РАБО вообще что-либо показало. Но, как бы, факт того, что никаких медицинских подтверждений до того не собиралось. Вот. Это важно поменять, вот, потому что, ну, очень распространено мнение о том, что, как бы, мы ходим на взрослые люди, мы ходим на взрослые люди, мы ходим на взрослые себя, зачем-то много попрашивать, попрашивать. Вот. Вот. Каждый может идти и сказать о своих проблемах. Как, в принципе, прозвучало, я говорю, что каждый, ну, все просто люди, каждый участник может подойти к медику, даже не проводить к медику и рассказать о том, что, как бы, активные проблемы. Естественно, ну, как в любой организованной группе, никто их не подошел, мне сказать. Ну, то есть, как бы, абсолютно рождаемая, на самом деле, реакция. Вот. Вот. Ну, как бы, у меня было заборов про умность с задним числом, да. Вот. Вот. Я могу сказать, потому что большинство глупусовских групп, которые, там, какие-то, три и выше, по крайней мере, их руководители, медики старались заменять всех. Вот. Вот. Понятно, что у всех это было, вот, кто-то тоже был в головной науке и считал, что это непонятно. Кто-то, ну, это не проводил где-то и не получалось, но, тем не менее, общее направление такое действительно есть. Вот. Еще я тоже рекомендую, ну, я был в прошлом служебе за это. Два года назад я на Киевском семинаре по логонатуринам, читал лекцию о том, как правильно доставать сообществе там в состоянии, информацию в состоянии нездоровья. Вот. Кто знаком, следует другого, вот. Нужно понимать методичность, как оттуда это все достоится. Вот. Но это, ну, как бы, разговаривало скорее со скорбной улыбкой, вот, потому что, ну, если люди пренебряются вообще элементарным вопросом, вот, как говорят, мне еще разговаривают. Вот. И самое в этом неприятное, это то, что даже вот сейчас в ЧП случилось, мы нам подложили какой-то разбор, вот. Разговоры будут о чем-нибудь будут говорить. О том, что там что-то написано, не написано, не написано, не написано, не написано. Я не знаю, почему это так, но это мое подозрение. Ну, то есть, как только пройдет факт жареного, то, с восстановившись с реальным руководством, очень многие об этом вопрос зададут. Я знаю в Киеве тоже одного из кемеров, вот, клуба «Крест», который самого своего перспективного, самого умного, самого сильного участника, вот, в день восхождения на Брус сказал, что он не боял. Вот. Парень обиделся, вот, больше не занимался, вот. Но, как бы, потом, через какое-то время, мы, как бы, уже в большинстве беседе сказали про то, что у меня действительно были проблемы в сердце. Вот. То есть, ну, тренер или руководитель в этот момент принял такое решение. Плохое оно и хорошее, вот. Но, если, ну, человек принял это решение и ничего не произошло, его никто уплек, поставить не может. Но, если бы что-то произошло, то, ну, вот. С другой стороны, про вот это последнее ЧП, о котором надо сказать, вот, я почти уверен, что большинство руководителей украинских спортивных групп, начиная от троек и выше, не говоря о том же различных войнах, никакого бессмотного состояния здоровья не видят у всех участников. и, ну, положа руку на сердце, так оно видит. И, ну, в первую очередь, нужно понимать, что то, что случилось, это, ну, как бы случиться должно было ранее. То есть, мы просто наступили на те ограбления, которые, ну, как бы, то, что оказался конкретно этот участник и конкретно этот руководитель, ну, это в какой-то степени истичная обстоятельность. То, что оно было наложено на другие де-факторы, да, мы ломаем. Но на этой месте этого руководителя, этого участника, может оказаться, кто угодно будет. В любом виде вы. И еще и факт, что не оказался в предыдущие годы. Потому что были, ну, есть информация о запоровских группах, у которых участница ночью палатки, ну, спал-спал, молодая, попробуем, ну, что-то такое. Вот. И, ну, в принципе, такие ситуации так иначе не будут повторяться, если к этому не уделять внимание. Ну, и я бы сказал, что похода на третьей и выше категории, ну, это должно быть, ну, проверять состояние здания. При этом я бы никогда не рекомендовал для взятия только на справки. Вы все живете в стране под названием… Вот. Да. Любимая от вас, как шутка, не пусть он назвали Украины. Поэтому любая справка рисуется, как угодно. Всегда можно общаться с человеком, задавать вопросы, рассмотрительным домом. Тогда, может быть, он видит кусок. Вот. Ну, это ни змея, ни кардиограмма, ни инюзи и всего остального. Ну, вот. Ни речения зубов, кстати. Значит. Следующий момент, который тоже касается организации, ну, вот, это сам график движения. И, наверное, на сегодняшний момент этот график движения был, как бы, роковой, таким, причиной, как бы, основной причиной для большинства ЧПО. Вот. В 2006 году был… В 2006, в 2010 году в области было большое ЧПО в виде связки тройки, которая слетела, склониваясь, очень сильно. Руководитель группы проезжал почти месяц в поле. Вот. Одна девочка с полома на позвоночник. Вот. Ну, или одна, две, три. Вот. То есть, наверное, во всём, всё только. А, вот. Ну, защит, понятно, страшно всё. Вот. Слава Богу, всё прошлось. Все сейчас уходят. Как-то, куда надо, как-то. Ну, вот. Но причиной этого всего там, как бы, спустой уже, было то, что они вышли на очень крутой стол и пошли в связки. Потом, когда один человек сорвался, сорвался остальных и покатились. Ну, да. Техника и так далее. Это, конечно, тактика передвижения по лекарствам. Вот. Но основной причиной всему это дело был. Трафик движения, из которого они, как бы так сказать, грубо говоря, в него не вкладывались в никаких условиях. И они бежали. Вот. Этому ЧП предшествовало пять суток длина с раннего утра, со светом, до двух часов после заката. Ну, то есть, что так бежали? Я говорю, что на 4500 высоты можно иметь большой-большое здоровье. Ну, то, что их не в здоровье хватило, или даже пережить их травмы, это очень, я думаю, большой плюс. Но то, что они не смогли… Это график движения в себе составит, и мы смогли его никому дать оценить, и потом в процессе мы смогли его изменить, уже без следовательных причин. Это было довольно серьезным моментом. Единственное, такие же причины были год назад в протестном нечастном случае, когда группа построила весь подход на том, что его идти быстро-быстро. Они шли шли быстро-быстро-быстро, пока не оказались в самом плохом месте, в самой непосходящей игре. То есть вышли на спусковой пулак ревала Триала, который простоялся камнями во второй половине дня. Это хорошим во второй половине дня. И по факту закончилось обрушение кармелиза. И гибель участниц. Как бы, да, технически и тактически по счету были. И они послушали какие-то механизмы уже сорваторы. Но основа была, потому что группа бежала и не могла вошли так, или не хотела остановиться. Помню, остановиться на переваленный шлет в три часа меня перейдет, пусть пускалась, по-моему, пять-семь лет. И я не могла сказать, что-то, дай бог, все хорошо. Мы так не знаем. Многое есть и такое. Таких моментов, ну, организационных, еще можно назвать из свежих причин. Тоже в 2012 год, в прошлом. Это в Турции тоже. На перевале было В. В группе, ну, вот, то есть довольно сложный перевалик. Довольно крутые перила. В группе 12 человек. Вот. Развесились аккуратно по всему склону. Пока откуда-то сверху не начали лететь камни. В одну девочку попал камень, вот, оторвала эту станцию и просил застойку. Ну, как бы, технически там ошибки были. Тактически, возможно, тоже. Но тут сыграла большая-большая группа. На склоне, который, в общем-то, прострелился к камням. Еще не факт, что эти камни не прилетели сверху вперед. А прилетели сами по себе. Ну, то есть, тут как-то, ну, никем не доказано. Вот. Подобных причин может быть множество. Вот. Я бы, скорее, не зациклился на каких-то конкретных. Конкретные, скорее, иллюстрации. А вот, потому что, ну, фактически любое действие, да, может привести к какому-то РЧБ. Точнее, даже бездействие. Поэтому я, последний, приведу, именно в вопросе маршрута, вот, составил маршрут, его показывать кому-то, кто может его оценить. Именно для этой цели, что было в свое время придумано, система маршрута по рефертиционной коррессии. Задача маршрута по рефертиционной коррессии не в первую очередь не находить справка, не иметь ничего нибудь там, не наказать на расчете. Задача – оценить маршрут и сказать, что вы здесь пройдете, здесь не будете иметь эти проблемы. А вот, а, поэтому, в принципе, инструмент безопасности, я бы сказал, что это один из самых первых. Но это никак не снимает ответственности с руководителями. Вот, часто бывают ситуации, типа, руководитель пошел, наделал кучу глупостей, вот, были такие в прошлом году, в позапрошлом, вот, в Деньшане, в Кокпатах. А потом пришел и сказал, что вы меня выпустили. Ты говоришь, что нельзя ходить по ночам, нельзя, так сказать, в кругу ходить. Правильно. Он говорит, а что ты делаешь, у меня как? Ну, то есть, поймите правильно, что, как бы ни было, то, вот, отмечайте все действия с руководителями, с руководителями. Вот, одна из интересных ситуаций, которая была, тоже в принципе, в туризме, одна из самых сильных команд в свою время, в 2010 году, вот, в туризме, решила пойти в поход на помирь. Это было третье-шестой. То есть, мне до этого ходили пятерки, ну, две-шестой, шестерки. И вот выбрались такие снижения, которые были. Вот. Но в группе был интересный момент в том, что часть костяка этой команды отделки не снимала. И у них стало цельно родить, напасть в их коммунисты. Вот. А вторая часть команды, она больше кариатуристская. И они решили сделать так, что трое, идут, там, какие-то перевалы, разграничные. А трое идут в базу, куда и коммунизм, какие-то запроски, заноски, амминицизируются. Одни там, другие там. Там собираются, идут какие-то большие бой. Ну, получалось, что те, которые трое, они шли, там, через перевалы, перевалы. Вот, довольно сложно. Ну, и закончилось так, технической ошибкой. Вот. Причем только водители, и вы, и, 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 и. Было бы в минуты хотя бы шесть целей человек, вероятно, сказал, что бы, ну, это решителька вообще могла состояться, но она значительно была меньше. Вот. Потому что от парня, как бы, были технические, которые были участниками, остались, ну, скажем так, ну, те, кто остались, просто было мало. Вот. Дохраждение втроем на двери – это довольно-таки серьезное мероприятие, которое очень ко многому обязывает. Очень тяжело тропить, довольно не быстро вешать перелки на спину протяженные, там масштабы небольшие. Вот. И это все очень семястей является. Ну, и только с участием ЧП возможность оказать помощь селиться. Ну, в принципе, эти участники, в общем, могут быть помощнее, чем по факту не смогли быть. Вот. И прошло, что еще успели бы у меня хотя бы с армистом как-то приспустить. Поэтому большой вопрос к отбору команды и ее цели. Вот. Лучше идти в шестерон, умение ненадрезный поход, но вычислить. Нужно, чтобы все участники понимали общую цель. Вот. Одна из причин, ну, типичная, когда группа очень сильно растягивается. Ну, то есть одно из факторов, которые часто сопровождаются большинство ЧП, группа очень сильно растянула, передние передние передние, передние куда-то побежали, вот, а где-то там середине или сзади произошел срыв или еще что-либо. Вот. Такое было, я знаю, в одной Киевской, в Леверусской, в лыжном походе. Вот. Ну, в принципе, это касается последнего Брестского похода, который разломан. Вот. Это же можно назвать, наверное, в большинству. Вот. Редко когда бывает такая ситуация, как на Алтае, в 2010 году, когда на глазах участников при переходе в отбивную, участник падает в длина, то есть цепляется на ногу и в мультуре уже в отбившись. Вот. Это скорее эмоция. А в правилах все происходит в ситуациях, когда, скажем так, недостаток информации, недостаток информации. Вот. Следующий момент подготовка с решением, подготовка группы, подготовка, так и так далее. Как только оказываются ситуации, когда у них чего-то нет, вот, начинается обжаться. То есть принимаются решения и идеи неоптимальны. Вот. Типичный тоже продолжение одесского, сейчас, в самом случае, 2011 года, кроме того, что девочка спускалась в склон, то ниже ее обвалился, точнее, она спустилась, обвалился карниз в том месте, где она спускалась, ее придавило и натянула веревку. Веревка натянула терпную станцию и порвала веревку, которая, значит, она подходила к станции сверху. То есть разрыв зашел на веревке выше. Вопрос твочности этих веревок, ну, он довольно-таки, вот сейчас устал. Следующий очень интересный момент, это касаемо системы личной газа и всего остального. Хайпинская Чепкай 2019 года очень красиво показала эту проблему. А вот. А, что показалось, девочка едет на подъем по перилу. довольно грехи. Девочка имеет просто спелеологию, поэтому ходит здесь с кролем. Кто знает, что это такое, здесь понимает. Вот. У нее растянут между верхом мизанкрой, вот, и она едва в них даже снаховаться. Отдельно у нее такой перемышлун, которым привязан к груди, прищеплит карабином, и она сожумала. я бы сказал, что это грузико, такая двойная, шестерная, семянка. А вот. Она стоит в станции, чего-то там перебирает, летает камень, отрывает ее полосу от всех веревок и улетает. Интересная особенность, как сказал руководитель, вот ей до, ну короче, в процессе этого похода, до того, несколько раз говорили, не в ту перемену, не в ту перемену. Но поскольку ничего разрушенного на ней не было, то наибольшая вероятность то, что петля просто выщепнулась из веревки, ну, петля самого страха выщепнулась от карабина, которая была закрыта. Вот. И крой в тот момент был выращен. То есть технически это... Только ценные жумары выяснили? Отдельно был жумар, а отдельно был крой. Жумар сдачился на него? Жумар спался. Вот. То есть сказал вот у нас есть в кунду всякие личности называем одиозные. Вот. Видят это, например, те же белки, я просто к чему это веду, но сейчас поймите. Которые очень устойчивы перед походом все это оставляют. Здесь отказываться так, здесь жумарить так. Вот. И все перед походом выполняют кучу со стороны кажущих безумными, безумными действиями в виде жумариями, реальными и прочее будут. Даже люди с особой пинчунной психикой, склонные к искусству и таки, тоже даже в жумарии, реальными посидимы. Вот. Много нареканий. Да. Паша. 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 просто участник похода, который постоянно жалуется на тему того, что надо делать туго, все, заставляет, но по фону этим, как это сказать, руководитель точно знает, как человек передаст, как встегнут и как на него идет система. Вот. Харьковский руководитель помешал, может быть его молодость, может быть еще что-то. Вот. Взять опыт на участника и сказать, ты так ходить не будешь. Вот. Когда-то мне помешала сказать, тоже моя молодость и решительность сказать, что ты на линьке футболки ходить не будешь. И только когда девочка пролетела своих 50 метров по линьке на блюдовом склону, подрала ручки немножко на матке, вот это для меня дошло, что в общем-то от того же веры в эту очень замечательную особую кричалку попросил до роги цены. И его хуже не стало. Можно не кричалку, но дело не в этом. То есть руководитель получается отвечает за все, за все и на эти факторы в виде отличных систем, одежды и прочего должен верить. Я знаю ситуацию, когда руководитель не отслеживал уровня тройки, на кольском чем брался поучастник. участие с собой вообще пошел поход полярным ровем в одном спортивном костюме в тапочке. Но серьезно такие косички, они умерли, пятом они распались полностью, и он прошил лимитимая провода. Но дело не в этом. Но еще дней через 5-7 у него что-то случилось то ли это перехлаждение, то ли сомненное вещество, но он конкретно воскликнул. Но это смешно, да? В принципе подобные ситуации, когда люди большие трои красивые, получаем участника, который взял потому что посчитал, что или нельзя второе удоверить, или нельзя первое удоверить. Таких тоже участников оказывается вполне даже много, даже очень организованных. Потом оказывается что эти участники у них какие-то мороженые пальцы или еще что-то. Такой отдельный момент, который тоже может касаться всех, Вроде бы охота, все хорошо, бы все адекватное, один из участников купил себе ботинки за день дом ухода. Классные ботинки в классном уходе четвертой теории сложности. Классно себя подмокли и участник себя классно подморозил. Вроде бы не сильно большой человек, но в принципе человек понимает, что он не себя развлечу и петербург. не подморозил. Вот. Поэтому из вот этих деталей складывается что-то больше. Поэтому всегда обращайте внимание даже на концерт. следующий момент который касается также организации это во время выезда и воздух во время выхода и графика демиатизации и общественные тренировки. Я бы рекомендовал всегда стоять с идеей которые стараются играть по поводу тренировки. Не потому что они плохие. люди могут быть отличными. Но в тренировке есть хотя бы какой-то шанс увидеть, что уже это было. Посмотрите большинство случаев, которые бывают довольно часто у вас с теми участников которых не контролируют. С ними нет контакта, нет общения либо они не делают что-то свое что вы не любите. Это можно обвести как турецкому походу 2012 так и другому турецкому походу так в общем так и походу. Особенно это буквально без духовных команд которые собираются обратные ладо походу. Это касается организации. И я бы еще такой принципиальный момент о котором хотел сказать закончил поход постарайтесь все-таки выбирать чего делали что делать не так и самое главное что бы могло произойти если бы что там пошло именно в критических ситуациях. Поверьте разбор вот этого для себя может стоить дороже 10 миллионов для этих реакций. Всего курса реакции будет тогда если угол не это вы хотите нанимизировать то что вы делаете. Теперь немножко про общие факторы которые касаются технической и технической и технической очень большое количество ЧП происходит на спусках на бою особенно на большинстве то есть ситуация когда человек ослабляет сознательно или сознательно таких ну когда ЧП большинство многокрестного термотеризма вот вот термотерчане наверное нельзя вести к такому но вот если мы так посмотрим я послал список на 2012 год значит понятно Турцию сердечным приступом откладываем а а а Мария Хитрикова вот спускаюсь на спуске срыв сверху лететь дальше Турцию тоже нельзя вести это всё-таки приём Казбек в сентябре 2011 года в Тайковчане в четвёртой категории сложности машины идут две связки а там связка говорит что идёт на самую машину и возвращается и там сколько-то там много несколько часов обсуждает по плату может идти спуск а руководитель ещё один участник разрешил на спуске руководитель ещё один участник срывается срывает руководителя руководитель выпивается по скалу а а а дальше сурпота а а карбинисты львовские львовские на спуске срывы срывы а а а а дальше ну в принципе а в 1060 год участником которого я тоже буду грамотная степна последний перевал похода большого похода последний спуск последняя релёвка и и значит участник руководитель совершает руководитель потому что в последний момент на поле есть когда закрепить станцию подошли вот это общая туперенция которая касается ну вообще скорее дождаться то есть всегда на последний спуск на последний перевал на последний перёд всегда всегда справитесь вдвойне к этому на все самое это скорее ближе к психологии на самом деле но тем дверь приведёт 90% технической вот таких ну ситуаций довольно много если я говорю по-украински то есть другие вот всегда на спуске это же простое расслабление держите вот признак плохого тона вставать поздно выходить поздно признак плохого тона ходить ночью признак плохого тона выходить какие-то определяющие препятствия которые это вещи которые минимум не единственный раз понялись причины несчастных случаев я бы сказал что признакам плохого тона можно сказать перенагрузку хотя это довольно субъективное понятие что каждый по свой порог у девочки процентницы которые взяли свой нагрузки здоровый не тем не менее если график построен так что работает на протяжении несколько это рано или поздно стрелять слава богу что чаще всего стреляет в незначительные случаи но и скажем значительность тоже рано или поздно когда-то произойдет если не мигать то произойдет это касающиеся этих общих понятий тактики понятное дело что очень плохо ходить ко мне опасным склонам треклайна дня соваться при допаду вот теперь ходить по опасным склонам во время вот теперь но скажем предупреждать вообще во время опасности на это общие слова но они на каждом из них в общем-то были и каждый раз оказавшись в такой ситуации как ой с обедом нам еще вперед спускаться да вот может надо делать сейчас может сделать можно помочь и сам по оценивать здесь позиция что будет если то что касается подготовки правило большинство самых пути резонансов ЧП они довольно состоят из очень простых вещей вот вот Турция с человеком который разбил камни вот ревентарно сказал тем не менее это вещи которые нужно научиться пользоваться научиться пользоваться даже в подходах третьей четвертой результаты если вы эту систему не одеваете то есть подотребление что у вас в самом ходе проблема одни чем не всегда в праве то же самое касается организации спусков организации самостраховки страховки вот очень большое внимание следует видеть это надежность экостанции и выбора местных экостанций и путей подхода прохода вот с точки зрения камина опасности и с точки зрения лавин опасности и все все типичный пример Одесса 2011 в начале мупа спускалась по свеже напитковному склону по факту наверное самым возможным путем ушла просто она вышла надвергом вот в самой широкой части вместо вместо того что-то нам обойти правее или видеть это участие технический запас был нормальный до тех пор пока это крайняя болезнь никто не знает это крайне право никто не может сказать что это будет и заморозе и огонь тепли или положение солнца или еще но сознательно искать себе место, в котором в случае чего ты получишь по голове, это неправильно. В принципе, это скорее даже техническая и практическая ошибка. Станции, из которых вылетать и у меня была, ситуация такая. Значит, одна из них, вдруг, спускалась или нечего. Он защищался. Молодой такой перспективный руководитель, даже там, второй какой-то коллеги, в следующей серии, в следующей серии, в следующей серии, в следующей серии, в следующей серии. Мы просто смотрим на вторая, после похода, это замечаемо, но интересную мысль. Хлопит УАР, карбин, на нем закрепленная станционная переглядка, выносит веревку и выходит в УАР. Стоит группа и смотрят друг на друга. И в кадре нет ни одного человека, который грузит. Он смотрит и знается. Ну, мы еще такие типа хихихаха, и мы говорим, а, Женя, ну, так и так. Вот у тебя что-нибудь смотрит, какой-нибудь хихихаха. И на этом как-нибудь сказали. Что ему сказать? Мы просто сказали. Потом, спустя полгода, оказывается, что такие-то, как я застричил. Ну, понятно, что он нигде об этом не сказал никому. Вот. Но, при спуске, это где-то. То есть, станционный петлялся камень, как упадет, съехало. Ну, вот. Кто-то там покатился. Как-то удержали, ничего не думали. Вот. Но, часть экономизма и телевизма ситуации в том, что, потом, когда переварил хаос, произошел тот же самый нападник. Точно так же. Петля циклебедной экраны, на которую он смотрит со скайпи. Слава богу, что это какая-то ничка, на которой, грубо говоря, конечно, перелка общего, только для общего развития надо. Вот где-то придержать кого-то, или, может быть, что кто-то подключился, пользовался этим периодом. Но, это, вот, пример того, как участники технички закладываются, что на голове. Вот. Он посмотрел первый раз, ага, закрепили станцию, значит, можно идти гулять. Да. Значит, он воспринялся нормально. Даже когда произошло, что-то произошло, то, чего он не планировал, да, он все равно потом, буквально через два дня, он делает то же самое, вот, и получает такое же. Ну, я надеюсь, что те участники чего-то или для себя вот это сделают, вот, но такой довольно показательный пример, вот. Ну, я бы хотел сказать, что он показательный не должен, а не единички и так далее. Вот. Вопросу станции в нормах нужно поделять в солнышем внимание. Вот. И как точкам закрепления, так и то, что можно прилететь сверху. Вот. Я знаю нормальную группу, тоже в Киевскую, походим по пешеходным, по этой теме сложности, и пришли в Киевскую, по этой теме, где была льда, незничная. Вот. Так случилось, что это было полеграмм, то ли, где доход был снежный. В общем, какое-то и нет, а там 400 метров, залитого вот такого вот льда склона крутенького. То есть то, что идёт за полуцепи, именно в этом месте оказался протяжённый снежный рядовый склон. Руководители начали исключить рядовую, начали идти по склону вверх. Руководитель такой большой, за 100 кг становится на станцию, откидывается и с ним отрывается от этих полей поле толщины из льда. Ну понятно, что он остался ещё целый день, но это к вопросу надёжности станции и вообще внимательности. Я могу рассказать ситуацию, которая была у нас в группе в 2010 год, спускаемся с последнего перевала до последнего похода, в самый последний период, в самом этом месте, всё, мы уже сделаем вверх, видим впереди ещё какой-то вроде бы крутячок. И мы отвечаем, ну идите вперёд, связкаем, если что повесить в перилах. Отлично, ребята уходят, мы что-то сделаем. Последний период – это уже, наверное, перевали какие-то, два-стри, какие-то, ну вот. Вот. И идём, подходим, смотрим, они как-то неестественно на склонник сидят. Ну мы только порвались, значит они какие-то неплохие, какие вы хорошие. Вот. Ну шо. А склон-крутики? Ну, откровенно, честно, подумали, что они пожешили эти связки, вот, и даже какие-то состояния не могут дальше идти, и, значит, там и сидят. Вот. Ну, мы, значит, делаем решение впервые, мы забиваем ледорогу, вот, я сажусь сверху, на этом ледорогу, там вот такая длинность, но он везу ничем не закачивается, пускай, да, такой выгодный. Сажусь сверху, кто-то, во-первых, идёт, проходит это две троты, после этого я чувствую, что ледорога начинает ехать. Говорю, не, 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 подожди, вот, даже думали, да, ну, я же не усилел, вот, говорю, не, не, подожди, типа, забиваем ещё пакет, связываем, кремим туда ферилов, уже мы, оно похоже на надёжное, мы участник поставили к ним забирать, одного участника, которого, оказывается, что ровно там, ситуацию до нас, они пришли, и точно так же один забил ледорогу, встал на них ногами, а второй пошёл спускаться, пройдя три метра, вот, вот, короче, на этой дорогу вылетел, вот, и сорвал с собой того, кто стоял на этой бассейне. А вот, ну, естественно, они покатились, тот, который стоял на этой бассейне, стоял на скалывающихся, там, колонавого буро, вот, но смысл в том, что мы уже на тот момент настолько расслабились, посчитали, что здесь всё настолько просто, что, в общем-то, а что тут делать? Вот, не учли, правда, состояние снега, оно, может быть, с трудом пробивается, но, как фирм, тем не менее, легко решится. Ну, такой, такой вот снег присутствует. Ну, или это было, может быть, я с вас под такой нагрузкой, что не оценили достаточно культурный спор. Вот, таких примеров, в принципе, масса, вот, и этим вещам нужно очень пристально облегать внимание в процессе, и самое главное, что участник не должен уехать, чтобы собирать эти станции. У меня была когда-то ситуация, когда я хожу в последнюю дистанцию, и человек, который меня принимает, вот, молотает по глины или трайверсу, вот, значит, стоит такой большой камень, вот, ну, со столом размером, но он лишенный спорь, его за этот ключ, человек принимает, вот, камень, если так пошатывается, это, да, равномерно на руках и выбирается вверх, вот, вот. Ну, это все, как бы, смешно, но, грубо говоря, там, но станция это не является. И, в принципе, как я вот сейчас понимаю, что, ну, тот, кто меня там принимал, не особо появился на тему трубы, вообще эти станции должны быть. Поэтому пользуйтесь случаем, ездите, посмотрите, лиши еще кто-то, пользуйтесь заплатками, ключами, чтобы это не было у вас какой-то проблем. Собрать, поработать сейчас там. Ну, и самое главное, какая бы она ни была классная, вот, да, там, хорошо собранная, как бы, вот, я бы, там, мастер-спорт, на собираемые станции, вот, никогда не наведяйте. То есть, как правило, когда идет первый человек под спуск, не есть лишний берег, не поленитесь, сделай дополнительно с тобой. Вот, это может кому-то чего-то спасти. Вот, видите, даже, бывают ситуации, когда собранная станция, в первую очередь выпускается и в станцию разводится. Ну, просто потому что она не нужна, не проверена, где-то собранная с ошибкой, на меня, мы где-то ходим. Ну, вот, следующий момент, о котором нужно говорить, это умение ходить, ну, перемещаться вообще в технический участок, там, подниматься, спускаться, вот, с правильно организованных страхов. Я почему-то говорю, ну, моя задача сейчас не научить, там, подвязывать курсик или еще как-то. Вот, задача состоит в том, что, если группа или участники не тренированы, и, я знаю, где-то, что тарах они там будут заниматься как-то трудное перечистое время. Это умение перечистое времени будет выливаться в часы, в которых вы находитесь в потенциально опасном участке. Не в минуты, а в часы. Но капелька-капелька складывается очень-очень в большое время. Вот. Поэтому старайтесь не лениться, тренироваться, вот, здесь, чтобы можно было использовать там эти навыки. Я знаю ситуации неоднократно, в которых мы попадали даже в походе, когда, ну, грубо говоря, мы считали, что группа недостаточно хорошо без тренированных цирек, и поэтому в всякой скорой ситуации попытались проскочить, ну, где на равной весе, где еще как-то. Участки коротенькие. Вот, метр, два метра, там, ну, может быть, менее крутые, ну, два сантиметра, с большим сантиметром. Вот. 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 Но были ситуации, когда это не срабатывало. Вот. И потом, по факту, мы думали, что, в общем-то, если взрывы подвесили, кто-то это все решил, это в первой мастерее, амгеничными женами. Вот. Ну, в качестве примера я бы привел поход, мы спускаемся с перевала, который когда-то там был ВДВ, а сейчас он знает еще что. Вот такой крутой-крутой основной склон, все едет, все жимит, все такое рассыпающееся, и такой вот посередине галстук из, ну, ну, ВДВ. Не то в фирм, но ближе к ВДВ. Вот. Ширина его 3 метра. С одной стороны, я потом увидел, что там перспективно, потому что снизу сбросы начинаются. Надо перейти на тот же сторону галстука. Понятно, поскольку мы сбежали по посыпи, никто кошки не ел. А я думаю, может, кошки или нет. Вот. Думали. Ну, короче, самый опытный говорит, да ладно, типа три шага. Вот. То есть самый опытный делает три шага и в эту сторону было получено. Вот. Следующий опытный делает три шага и в эту сторону было получено. Третий опытный делает два шага. В третьем, короче, как-то там чуть-чуть неудачно становится на ногах и он уезжает. Ну, пролетает свои баллоны 50 метров, вылетает там какие-то осы. Он чуть-чуть там все царапает. Ну, как бы, ничего такого с ним не случилось. Но вот сама ситуация, если ее так эксплуатировать, да, она на шопы, она довольно показательная. То есть мы думаем, что мы проскочили на ось, вот, и мы сэкономим целых там три минуты, чтобы ходить кошки или прогрессить вперед. Вот. А потом по факту оказывается, что вот такой вот эрудин, он был довольно хорошо поднимет участниками. Перепортный поход и это. Вот. Поэтому обращайте на такое внимание, вот, и будьте готовы воспользоваться каким-то техническим арсеналом, чтобы сохранить безопасность. Иногда оказывается, что нужно провесить лишние десять веревок, вот. Оказаться не таким мертвым, как вы посчитали в отчете предыдущих руках, которые ходят вообще без веревок. Вот. Но сахарии тем самым же. Эта ситуация довольно простолегчива была у нас в 2006 году. Мастер Молкова, это была уже под тройку, делал траверс с улажа в вершину. Вот. Это в Данбайке, в Кавказе. Значит, шление было на легке. Это был чисто такой траверс радиальный. Вот. Вот. В веревке, ну, короче, шление в большинстве случаев перила. То есть у них было там две или две веревки и семь человек. Вот они, где могли завесить перила, где было опасно, здесь нужно, пришли. Вот. По приходу, значит, едет он. Ну, а за год до этого шла купали ангонца, которая этот траверс лишний притер, неправда, не спорит. Ну, ходит, а там, почему-то. Вот. Вот. Они пришли вообще, по-моему, даже в веревке, ну, они даже в почете потом в веревке вересовывают. Вот. Вот. все. Ну, вот и вопрос. Ну, шел лучше выглядеть смешнее, потратить на полчаса на коже время, не боясь вперед. Ну, или, ну, идти быстро, быть классным и, ну, иметь шанс проверять. Это касающиеся техники. В принципе, сюда же я бы добавил очень большую, такой пласт, это технику хождения. Вхождение на кошка, вхождение просто по сурову, по сугре, снежную и так далее. Это, на самом деле, очень актуально, на самом деле, на двечку. Потому что залазить, конечно, мало чего выключить. Вот. А приходить, можно даже. Дело лучше. Даст, хотя бы, уверенность в этом вхождении и, ну, хотя бы уменьшить вероятность срывов, чтобы не пенебрегать и этому, ну, то есть научить переправе можно. Но первоочередное – умение ходить. Одна зацепившаяся вот так вот кошка на переднем зубчиком и человек летит. То есть обращаем внимание и идти. Ну и последний момент – это принятие решений в процессе вхождения. Дело в том, что наши маршруты, которые мы построили, себе напорнировали, это не есть какая-то догма. То есть это, конечно, цель, это желание, это какие-то годы тренировок или сколько-то. Но нужно всегда готовить группу, и сам Мэнгри готова, что она доступна до точки зрения, в котором, возможно, вам надо будет отказаться на своих планов и пересмотреть. Это касается, действительно, того, что трава – сильная, не сильная. Сильный поход – не сильный. Это может быть единичка, шестерка, ничем угодно. Но в этот момент группа должен, по уровню еще одного подготовки к походу, проговорит, озвучен и желательно помочь. Потому что когда в процессе вдруг окажется, что на повозитель не будет, там, силами пытается набережать этот поход, вся остальная группа отстает, там, в среднем по полперехода, то это, как бы, очень большой и яркий предвестник ЧП. Поэтому к таким моментам нужно, изначально, готовить группу из себя. Значит, теперь, в следующий момент, всегда старайтесь иметь контакт с другими участниками группы. Даже если это заборная селянка с разных городов, которых ознакомилась в первую очередь в Самарюте. Эта внимательность может привести очень большую пользу в процессе не допустить самого ЧП. Когда-то, ну, я общался с участником группы, который... которого... в которой, конечно, очень приятный Альбусе. Вот. Я спросил, как это вообще было? Ну, все хорошо, что-то шли, что-то делали. Самый сильный участник группы, много работал, а потом почувствовал себя похуже в палатке, а жили в разы в палатке, а руководителя с этим участником контакта не было. И руководитель мне сказал, что Вася ползает, и участники чего-то говорят, что они не все так. И вся эта ситуация очень сильно раздернулась. Но, на самом деле, это была огромная болезнь, которая, в общем-то, ночь участников почти не держит, а потом надо все транспортировать. Когда этот момент транспортировки делился очень-очень долго. Принятие решений, что в том, когда это было очень, когда из МЧП в Турции тоже, в нашей, в Огусовской, вот, в Коза вышла. Вот. Значит, группа поднялась на первый перевал и вышла на плату. Плата, она вот такая, вот такая. Вот. Ну, в общем, зашли они довольно далеко по этому плату. И вечно, вступывая самым сильным участником группы, происходит, ну, в общем-то, проявляется, что это группа болезней, но и которую он не может хрениться. Вот. А дальше происходит целый, как бы, вырезает целый комплекс факторов, вот, которые будут случиться. Во-первых, спускаться в этом, вот, в том месте, если я легко не получается. Внизу, в металлино-скорбелом. То есть, потому что ты бросишь 200-300 метров, и ничего не происходит. Возвращаться на задающий долгом к тому, чтобы вырали, а впереди перевал, на который еще нужно набрать, ну, сколько метров, вот, сотни, две-три. Вот. А группа оказалась, что это были такой интересной ситуацией, когда нужно принимать решение. А вот у руководителя есть еще желание спасти походу. Он еще не хочет верить, что это не амболизм. Вот. И это отеклый мозг. Вот. И он принимает решение приспустить участника на 200 метров ниже. Вот. Зачем-то идут в разведку, выбирают место, потом идут, потом долг упаковывают, потом не могут упаковать. Короче, так они никуда его и не несут в этот день. В следующий день они пытаются нести его, могут нести, и толком не получается оболочить. Собрать инструкцию, которая легко оболочилась, тоже не получается. Уходит кучу времени и понесли совсем ничего. На третий день они понимают, что они такие витамины, которые не несут. И двое оставшихся с нами усилий, убегают за помощью. Вертолет прилетает, забирает. Участники, ну понятно, что они берут целый день, вертолетом прилетают аж когда-то, когда-то уже, когда участник вообще генетизировался. Но ситуация в том, что, первое, мы наблюдаем дикое везение, что человек нет минусов почти сразу. Вот. Второе, это то, что группа по данным не готова была проводить спаст-работу. То есть, собрать окон молокушек, которым нужно было платить, и точить, в общем-то, по заснеженному склону, группа не смогла. Вот. Казалось, что группа избыток девочек, которые тоже, в общем-то, много не понесут. Недостаток, короче. Вот. Оказалось, что путь спуска сложнее, чем уходители вообще предполагали. То есть, они оказались, в общем-то, на пешке, из такого, в общем-то, реально легкого выгода не существовало. Вот. Это, может быть, уплёк и УКК, вот, которая не оценила достаточную информацию. Но тем не менее, это оказалось. Но, если группа приняла сразу решение, одному приглашать за спасателем, а другим упаковать его, и нести кратчайшим путём глубокого выноса, вот, даже через перевал, вот, то, возможно, что он бы уже к вечеру этого же дня может оказаться и довольно небольшой высоте. А там, как бы, всё полегчало. Ну, то есть, это всё нужно было вскратно идти, сюда трое, спокойно. Ну, не спокойно, с большими напряжениями, но тем не менее. Вот. Это вопрос тренировки, восстановки, кстати. Вот. А также, это вопрос принятия решения на месте. То есть, если, ну, который руководитель тоже достаточно хороизрует, потому что участник почти экономизировался. А ломка, типа, много хуже. Хотелось бы, также сказать, вот, что очень часто ситуации, которые тянутся, да, там, в походе, они вот друг друга цепляют. Я сейчас ещё пишу, чемпе, которого зовут Светлана Магонична, Алтай. Значит, ага, группа вышла, ну, шла, правда, реальный, они пытаются догонять, ну, вот, но очень хочется любых групп. Группа, откровенно, для других слабовата, вот, по опыту, по формальному опыту, ну, по неформальному, наверное, тоже, и, ну, тем не менее, так и хочется, что они проходят точку, скажем так, для невозврата, точку, которую нужно было поворачивать. Они правильно выбрали дату, время, когда им надо или идти назад, или продолжать дальше бороться. Но, они пришли к этой точке с определённым оплотанием. Ну, и посмотрели, думали, да, где закрыли глаза. Ну, это сейчас пришло вылет, да, а тогда они, вот, 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 всем понятно, что хотелось какого-то большого свершения. Всем казалось, что вот, ну, мы же добежали, ничего, что оползали часов на пять, да, ходовых, вот, но, и при этом бежали, наверное, по десять часов и чистого ходового времени. Ну, то есть, представляете, сколько там было вверх. Соответственно, ну, как бы, они заняли самообманом, и потом уже, когда они начали идти дальше, они просто катастрофически стали успевать. Вот. Потом уже, когда это превратилось вообще в откровенную делу, вот, то, а, ну, есть ещё такой фактор, попелеть на самолёт. Вот. И потом этот откровенный бег превратился в бежу чтобы успеть на самолёт. И потом это уже спровоцировало одну за другой же. Они приходят в один сей ночи, поднимаются на последний перевал, ошибаются, приняв решение, то есть они поднимаются на тот перевал, на который планировали, но, короче, ночью, уставшие, они подумали, что это не он, спускаются в двое назад, там, в начале, там, первого ночи ночуют, в пять утра встают, подрываются, выходят на неправильный перевал, нет, и ничка больного. Вот. Считают, что это двое КП на спуске, спускаясь с романом. Это вопрос, принятие решения. Вот. Ещё из интересных этих моментов, мы будем в этой группе, один участник, мальчик, в группе было три мальчика, три, два, два и четыре девочки. Вот. короче, мальчик всё время, они вот считали, что он стойнет, и всё время, ну, как бы, хочет дорабатывать, да, он всё время, что-то с той моментом, слабее других выгодить, или ещё что-то, кто жалуется всё время, но, ну, это, по крайней мере, то, что он не рассказывал, о моих репортах, на рынке. Мальчик на этом присутствовал. Но, по факту, он единственный, кто, ну, как бы, когда в случае принятия решения, я говорил, что, в общем-то, ну, сомневался, что надо идти, да, и, когда они вышли на правильный перевал, потом возвращались к неправильному, ну, вот, он единственный, кто, у него закралась мысль, о том, что идти, ну, всё-таки, что-то происходит не то. Остальные участники, мысль о том, что происходит что-то не то, она, как бы, очень была автоматичной. Ну, поэтому, ну, обращайте внимание на такие моменты. Они мелочи, кажутся, но, как это так, всегда нужно обращать, на самом слабом, ну, ориентироваться на принятие решений, на самом слабом. Когда-то, ну, во флоте есть какое-то, понятие, это, понятие решений, да, которое собирается, корректирует, это очень важное решение, потому что мы слушаем, и мы там слушаем камеру, начинаем там суда съемки. Вот, как раз вот, здесь, если бы, когда юзер был, как бы, кто-то послушал, то первое решение нужно было забежать. так что, такие моменты, какие-то решения нужно учитывать. Также нужно учитывать то, что группы, где члены группы, эти книги готовы. Понятно, что это вина, в первую очередь, этого участника. Понятно, что даже он соцветал, как же он готовился, и так далее. Но, график движения, то, как группа движется, это перемещается, нужно все равно учитывать, как человек. Он все равно, он определяет, того, как эта группа будет идти. Поэтому, всегда, при решении, стоит обращать внимание на самого стола. Есть еще другая история, и я тоже с ним согласен, что это группа, и, да, чаще всего, проявляют себя, да, самосыслаб, да, а где только, но и самосыслаб. Очень часто, когда с чем-то связанным с больной болезнью, отбивает самосыслаб, самосыслаб, который больше всего хороста там делал, строил стены, изо всех оттойл, который получил флоп, и переградили. Значит, в принципе, мы так говорили, об общем, а еще, в принятии решения, тоже такой важный факт, о котором тоже хотел бы сказать. Ну, понятно, что настрой, я о нем сразу говорю, о том, что нужно уметь выступать. В чем такой момент чисто практический? Всегда, когда меняется рельеф, или меняются условия, нужно, соответственно, поменять свой взгляд на рельеф. То есть, мы идем в больную, и в больную искал, остановитесь, подумайте, что нужно именить. Большинство ЧП, кстати, в другом веществе, именно из-за того, что не меняется характер действий, соответственно, в виде. В туризме, понятно, что скорость намного ниже, но ошибки, на самом деле, результат. То есть, это может касаться, как погоды, вот так и в Индии, перемещаться в больную искалку. Со снега, идти на лед, с рта на снег, и так далее. Дальше, я немножко хотел бы рассказать про технические случаи, которые я в больную искалку. Знаю, чтобы, чтобы были в курсе. Они все освещены, есть на форуме тема, сейчас в этом случае. Вот, как бы называется, поиск, как называется, перечень НС. А, перечень, в принципе, НС. Вот. Я бы помогал с ними обокониться и, конечно, не пренебрегать чтению на фрекс. Потому что будет ли источник приют себя приезда. А, вот еще про принятие решения было, тоже хотел сказать, один более учитель, Володя писает, сказал, что он был высокоткредит. Тоже он был по-прежать, спортивные, амбиции, молодые все. Идут на фронт, узнанно, на ночь, всю ночь, когда поднимкает, вот, где-то поднимите, завтра. Значит, он подошел, сюда встал, раздраженный свой футбол, и пошел на фронт. Вот. Говорит, что после этого с ним все участники придут, просили общаться и так далее. Но, как я сказал, можно быть, он всегда исползывает, себя и в управляющих. Поэтому всегда оставляйте за руководитель, да не только руководитель, но и другому участнику шанс не вступить в пост больше. То, чего хотелось рассказать, я пошел в последний, я друг вам говорил, это сердечный приступ у нас, в нашей группе в Турции, в городе. Вот. Без нюансов, значит, все это на высоте города моря 200 метров, 300 метров. Населенность, то есть это все происходит, можно говоря, в полночном части комплектных людей, вот, это, думаю, это первый приход. Ну, тут как бы говорить о чем-то, что в храме состояния здоровья человека очень страшно, но сразу нужно учесть, а перед этим был очень напряженный переезд, мы практически ночью не спали, на часа на горячей одной автобусе, вот, а сколько до этого спал перед походом, мы не знаем. Вот, в любом случае, я бы не обидовал, вот, заканчивая все перед походные дела заранее, это очень, скажем так, признак хорошего дома, это намного может значить и спасти когда-то собираюсь поход, например, договорился на состояние, что я спал четверо суток перед походом, вот, если спал, то он в пределах полчаса, вот, сейчас, ну, смотря на слава, я могу сказать, шансы оказаться на месте до этого парня в Пурции у меня были довольно большие. Состояние было такое, понятно, вот, поэтому заканчивая все походные дела, это касается организации, заранее, чтобы мы успевали отдохнуть. И эффективные физические нагрузки, ну, если они все большие активные, тоже рекомендуется перед походом сворачиваться. Вот, следующий момент, который накладывается на Пурции, это касается не только этажа, сейчас на Пурции, он всплыл еще минимум один раз, на самом деле лучше даже больше. Вот, это вообще большая жара и очень много солнца, что провоцирует гордую болезнь, проблемы в сердце, и так далее. Касами туры, в принципе, в час пик, у них все есть, у них все у испанцев. То есть, соответственно, график жизни должен быть учитывать дужору, но, как бы, это тоже один из фактов, который может повредить. Ну, и, естественно, сюда можно добавить уровень физической подготовленности, незнания вообще уровня подготовленности в состоянии здоровья участника. причем, это незнание, оно, наверное, не предотвращает беды, но оно могло бы как-то исказаться. Вот. Я знаю много ситуаций, когда люди знают состояние здоровья участника, а чаще всего водителя, которого уже иногда 50 лет все показания не ходили в город. Но, тем не менее, нет. Тут вопрос чисто психологии, какой-то, генетики, друг, друг, друг. Но вы должны четко осознавать, чем вы можете. Я знаю минимум три случая в разных в принципе группах, когда случался в группе припадок беды. Это водные походы. Вот. Я знаю дважды. И один раз я знаю, что не случался, но человек точно в принципе придел менял участниками об этом на участие. То есть могло что-то случиться в процессе спокойствия. Дальше значит типичный в какой-то степени частный случай соминисты украинскими очень известная политическая маньяхи типа мастер-спорт насколько я понимаю. Ходили серьезные горы зимний фактически майский ребрус это тоже самый зимний ребрус. Совершенно другие требования к лету гораздо пойдет все серьезнее и появляется еще один фактор в мире дамы склон ветер сносит снег и два гроза это цепло вот лед такой что в общем-то туда кошки ковыцар на спуске с вершины улетают блудятся причем когда теряется плохая погода а потом улетают а потом улетают я бы сказал что мероприятие по названию зимний брус зимний козлет и прочее сильное восхождение требует своей подготовки и счастливого плана и запаса времени без этого это превращается в лотерею причем близко круз 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 в принципе в интернете достаточной информации я бы предполагал посчитать это уже Амир Личевского почему не попадая в аварий но но я бы хотел в первую очередь сакцетировать внимание что это мероприятие не новичково точно и чтобы идти зимой в город можно иметь определенный долг для запаса и то он может не спасти следующий такой момент это следующий случай это турция которую описал Сергей Моренко руководитель Харькова это когда камень улетел у девочек которая непонятно не была подъемка так берет тут вопрос группы 12 человек на 4 берет которые близки кристикали довольно крутые склоны которые снежный склон сверху отравленный скал когда-то я разговаривал эту тему с Димой Старика руководителем нашего клуба который был там он смотрел на этот перевал и вписи подготовки в него эти решились хотя я бы не сказал что тот же Димой Старик последний из-за того что вчера то есть в принципе игрец с ним сам хорошо выбирает препятствия или если уже решился идти то как минимум обратить внимание на практику группы возможно 12 человек делить на части пропускать порции или как-то учитывать это в плане прохождения когда-то у меня был перевал который пришел в спуске в Казе как расширился те по названию столбовое два замечательный перевал который камень не летит должен быть по всей будущей мы на него когда-то пришли посмотрели смотрели повесили щеки веревки по спуску одну за другой и пока один человек не доходил до низа там еще в этом месте посредине можно было спрятаться а никто не шел в этом сторону то есть на этих четырех одновременно находился только один человек а потом он пришел в лес ходить в сторону так очень сильно сильно и спускаться и стоял постоянно наблюдающий смотрел и если что орал своим голосом про то что это правда возможно что-то подобное надо было сделать значит Казбек Харьковская группа четвертых отделов сложностей руководитель который страховал участника тот сорвался и сорвал руководителя тут вопрос изготовления страховки вопрос в том что два человека в виде выстеблист к другой он характерно что при этом вторые два человека гуляли по полотону могли найти спуск и по факту потом ничем покончили руки не могли сорвавшись этой связкой и я так понял что участник скрипел и пошел искать то следующий момент который хотел сказать значит я бы на него совершенно случайно наткнулся но он тоже очень показательный ЧП учился турист кривой рог такой водитель детского кружка шел с детьми вот решил подвергать прикол вдоль водопада вот измерял подверял пока не попал в стройку холодной воды вот а потом не то вылезть оттуда не то стихнулся в общем замерз перед вождением лето новая весна вот группа детей вокруг он как бы самый опытный ну и как бы все то есть у меня тут вопрос большую количество клубных жук которые развлекаются в случае чего например полдрин лазерем подопады и так далее вот я просто такие факты знаю тут вопрос что развлекаться жены как-то безопасно катание на пловниках приймалось значит еще следующий момент это Турция сквозь ноздрины наша группа когда отдельная часть группы безыборных болезней мы не будем в подробности вам все рассказал в принципе я бы сказал что группа организационно сделала очень многое чтобы эту ситуацию решить единственное что она не умела технически исполнять споспоруды они как бы я не говорю уже движение которое в общем-то просто учу некорректную приматизацию то есть в принципе у них были звуковые телефоны было внимание куда уходить и в принципе они все страховки и прочее сработало вот все сработало и все такое сейчас болезнь не не счастлива но в принципе обратите внимание именно на пинографии движений на умение заказать помощь а еще по тем примерам это только было что в первую они не верили что это важная болезнь потом они не знают что сделать банально шоков куда-то что пить чего-нибудь пить они не знают это вопрос медицинской подготовки любых вот значит из таких еще частных случаев которые были в 19-м году вот таким закладаем в Кавай это автор книжек Крым автор перевала в Крым вот а просто шили по довольному на том склон перед моим столков влетел в Тудес тоже ровное место перед ну даже не перевал а просто круто вот интересный случай с сэнбинистами львовскими на львовских сборах в ЦЕ значит связка в общем-то новичков они приехали в лагерь подходили на тренер разряд ставить еще на смену после второй разряд ну то есть понятно стол пошел такой вот значит на спуске свершили и отправили вперед шли по крутому склону в связке пока не стало еще круче потом еще круче потом еще круче потом сорвались вот сорвался по тем второго и дальше пошел где-то в связке лететь было и все вот тут в общем-то видите перекликается с сутуном конечном в 50-ом году который тоже связка сорвала вот и с другой стороны перекликается с тем что они нестернили в общем-то тип страховки при переходе ну как бы смене условий вот здесь есть еще одно момент фактически это группа была связка была на самом деле и на самом деле за вот этот взрыв должен был отвечать не потому что он выходит просто потому что руководитель должен поделить как они должны идти и как захват ну и еще такой момент который тоже наошелся на момент он привлекается с участник из в середине и сразу в туризм вот одесситы в единственном году когда произошел 35 на перевале цель городов вот они сперва прошли за десять дней в поход четвертой категории сложности потом отдохнули несколько дней и пошли сразу в поход пятой категории сложности ну формальную сторону выпуска мы здесь отпускаем а в том что группа по факту сколько там тройки плюс процентники вот шла в поход как и вот понятно что люди могли просто участники не оценить ту опасность которая соответственно сейчас потихоньку перешли на одесситов одесситы шли довольно техничный поход перед этим они шли траверс спустились на перевал посидели похлыли посмотрели вниз типичный кулак который пошли соседний кулак который оказался более теплопастным вот спускаться они начали уже после трех дней то есть в районе трех четырех походили вверх в самой широкой части но в этот момент вверх трейдер поработился интересным моментом является то что зона обвала начинается чуть-чуть ниже станции дезинграба веревка насколько эта станция повлияла сейчас наверное сложно но угадайте когда обвалился в этот край никто не знает но тем не менее люди там потоптались наверняка висли свой вклад в угол остальные участники уже спускались но так как есть в 2010 год тоже из разряда объяснимо невероятно походы первой второй сложности или близких первых там не совсем понятно потому что это полупредельческая руха и поэтому поскольку она спортивная и спортивная очень сложно сказать но тем не менее речка кладка падает застрелив на бой его туда никто достать почему-то не может оказать помощь не может и он просто заграждает в будущем но вот вы видите что единичка таких неопъяснений казалось бы в случаях но очень много то есть это просто здесь велика роль руководителя в том чтобы сделать заставить всех и делать все правильно шап за шапом вот значит значит допал тай тогда же в том же году был в 2010 в 2010 там где летал пошуководителя вот который рассказывал о периодах закреплённости вводимую дорогу вот и расслаблилась вот вот в том в том же году в том же году был там где группа бежала 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 и сорвалась на перевале в том же году 1б спускайся сразу вот ну как бы можно было вообще в этом умении ходить на коже как бы но тут было понятно почему это все пришествовало я могу еще сказать еще как бы такому моменту что у этой группы на ночи этого дня когда они спускались были билеты на самолет из Новосибирска до людей до этих х годов это перевало было не меньше ну таких хороших 12 часов то есть вероятность попасть на самолет была ну так процентов 10 я бы сказал даже ближе то есть что возможно даже больше 12 часов они то есть я имею в виду конкретное дело как да нет сейчас скажу Караваилов они думали что спускали они думали что в дружбу спускали то есть в той ситуации нужно было принять для себя как факт что самолет уже не святит превратиться в нормальных туристов и ходить в свой поход на концерн. А на самом деле нужно было в эту ситуацию в себя не попадать. А не попадать, это было вовремя принять решение идти не на пилуку, а идти за вот это место. А еще перед этим надо было заедиться и показать вот кому-то. Он сказал, что ребята здесь вообще не пройдут. В тот же год ко мне пришел другой руководитель нашей группы выпускаться на День Шана. Я когда увидел, он сказал, что ты не пройдешь здесь, здесь и здесь. Здесь ты ошибешься, здесь у тебя сидят участники, возможно даже двое. Он пришел, потом сказал, что здесь я успел, здесь я ошибся перевал, здесь я еще раз не успел, потом еще раз не успел. Потом у меня сошло два участника, а потом в том месте, в который он точно с ним не попадет, он тут и точно не попал. Но самое смешное, что это не сделано, что это не сделано, что это не сделано, что это будет стоящим. Тогда же была трагедия в мире с Олегом Отцаром. Я бы сказал, что он был один из самых сильнейших туристов туристов. Все-таки людей, которые проводят третью, шестую, в современном открытии, с которыми почти нет. В детдубчике нет. Но вот этот вот тактический план с твоими участниками, плюс компания, плюс нормальная техническая ошибка. Ну то есть, вряд ли рядом вылетел пикет, на котором надо его. Второй случай за сезон. Вот до этого запорожские туристы шли в поход на пятой категории сложности. В походе пытались зайти на месте, а стал обезьянным. Отличительная особенность. Группа 9 человек на довольно технической вершину. С тактикой вешать перила. Вешали перила до тех пор, пока на себя пришла все обвалы, которые им и всех не снимали. Со станциями, со всеми делами. Куча подвитых. Вот. Ну так, чтобы мы делали вот так все. Вот. То есть, тут был вопрос чисто тактического плана на это восхождение. И, скорее всего, 9 человек с проверженного периода. Там, где все с утра пробегали в связках. Это было решительно, скорее всего. Это было решительно. Еще один интересный момент. Мам такой, на частный случай, который был. Это немножко не в походе, но с туристом. Значит, Саша Кармененко, который учился в КПИ, ходил в тот университет. Вот. Сильный парень. Вот. Со временем я начал ходить с Димой Шиповаловым. Это наш главный руководитель, который уже живет в Канаде, в Штатах. Вот. Собрал, я бы сказал, сборную садууза. Вот. Сходил в поход с восхождением на Коженевск и к кому-нибудь. Вот. И через год Саша ехал, тоже, я так понимаю, со сборной команды на Дим Шань. Зайти на пик победы. Вот. Достаточно климатизации. Но он очень здоровый. Вот. Просится присоединиться к другой группе. Идет на вершину. На Сумске. Срывается. Улетает. Вот. Устал. Принял где-то неправильное решение как пристегнуться. Ну, там. Одел кошки не одел. Вот. Но. Ота Победа довольно серьезна гора. Вот. Парень действительно очень-очень сильный. Вот. Но, как видите. Под его рукой. Тут вопрос, действительно тоже. План. План, скажем на ela. Скажем так. фактического плана, наличие команды, с которой ходить. Вот, ну и такой интересный момент, что парень, насколько я так понимаю, чуть быстро принял студию, что он начал ходить, ну, то есть уже с Шапова охоты были не заявлены никак, вот. И, в принципе, он так перешел, ну, скорее в альпинизм, но тоже такой неформальный. То есть, ну, наверное, мне кажется, что он не успевал набрать какую-то школу, и чего-то не пыталось, чтобы остановиться, короче, остановиться, по-моему, до того. Вот. Значит, и сейчас мы в случае на Четвердаке, это 2007 год, тоже запорожский турист опытный, вот, довольно серьезно проводивший группой, поднимается на Четвердак. Как, в свою очередь, вот, воронки, да, на пещере. Они тут заходят, делают ловер и решают полазить по ответственному воду не таким, свежим, свежим, сферномом. Лазят-влазят, потом что-то отходят, вот, после этой стенки крутятся, и в какой-то момент воду обрушивается, просто завалил этот участок. Четвердак, все здесь, все на месте. К вопросу, наверное, ближе к развлечению, и к вопросу о другом, вот. Значит, 2006 год, ЧП, о котором бы я хотел рассказать, вот, вот, и потом будет еще одно, если бы я хотел заканчивать. Значит, Брус, значит, руководитель группы Тополенко, как я говорю, вот, группа собрана, ну, из ребят, которые занимались туризмом, большеводным, знахозом. Вот. Часть из них я знал, но знаю. Вот. Решили пойти на минуту. Пригласили, как им показалось, вот одно водителя. Это, в принципе, на минуту, что Тополенко довольно серьезно. Вот. А какое у него официальное руководство, не знаю, на минуту. Вот. И, в принципе, вот идут такие полуэнерческие группы. Вот. И, в том числе, наверное, значит, группа собирается, как-то там готовится сама, почти сама. Вот. Водитель в этом участвует по стопку по стопку. Вот. Приезжает Брус, поднимается со стороны легче по лаваному потоку. Вот. Довольно, как бы сказал, жесткий график кримитизации. Точнее, отсутствует графика, просто сходу на бро высоты. Вот. Сопровождается это все. Группа большая за шостерами, потому что, как вы, ну, достигая из них хоза, еще прибивается еще, еще люди разные. Вот. Приезжают туда, поднимаются, делают какой-то там радиальный выход в какой-то крапку. Вот. Постепенно этот радиальный выход превращается в какую-то неявную попытку восхождения. Ну, вот. Ну, потом рук очень сильно растягивается. И на спуске вниз сперва исчезает один человек. Вот. И это не совсем не выявляется или не перенимается, да. А потом на спуске весятный пол умирает почти вперед. А связка из четырех человек, насколько я правильно помню, вот, ну, в половом поток уйти не неудобно. И в связке выходит налет в другую лаву. Вот. Естественно, там кто-то подскользнулся, сорвался, срывается и все, что они на четверг, ну, они летят друг друга, они летают. Ну, и потом это заканчивается тем, что кто-то набирает лучшим после этого, ну, потери крови. Ну, вот. Но смысл в том, что получается в одном, ну, как бы, в одном восхождении и в то же время там же находится другая. Есть другая группа. Руководство болели дорожка, по-моему, по ходу второй пунктной сложности. Ей дымит еще один участник. Вот. Он, как бы, при спуске с вершины не то ломается окошко, а он поднимает, то он падает, потом ломается что-то. Ну, то есть, пока что официальная версия в том, что он, у него там мало солнца спайсовская старая, такая среда с картошкой. Ну, он даже скрывается и едет разбираться. Вот. Насколько об этом все тоже, правда, непонятно. Вот. Но смысл в том, что, ну, характерный для всего, очень жесткий набор высоты без предварительного графика климатизации. Вот. И это постепенно накладывает другие причины. Вот. Отсутствие, ну, то, что это одногущая, это полетка, они друг друга не видят. То есть там, где пропала какая-то светящая клетка, никто его не видит в этот момент. Никто, кто впереди шел, никто, кто сзади. Ушел человек и исчез. Точное место, где он шел, никто не знает. То есть, ситуация в том, что фактически группа друг друга не контролировала, не страховала, а от водителя это вообще все-таки струна самотеку. Ну, и, как бы, по итогу техническая ошибка в виде вхождения, связки по-крутому услождают такую струну, которая, в общем-то, пересекается. Прямо пересекается синтоном и, конечно, и уши по-то же самое. Вышли. И львовскими реплистами. Вышли на лед, один другой волос на руку, все, вперед. Ну, и после этого он сопровождается уже тем, что, как организовываться мед, в помощь, как работают львовские спасатели, вообще отдельные темы. То есть, он не предстанет, что прилететь может, а тут прилететь не может. Вот. То есть, в принципе, довольно очень кричащее ЧП. Ну, и еще такое ЧП, вот, которое не касается высоких таких категорий, а тоже вопроса львовичка. Вот. Из-за задачи, наверное, вероятно. Группа студентов, руководитель из Донецка, вот, какие-то там первые вопросы, руководитель преподавателя института. Идут большие деньги в Крыму, осень, в позднюю осень. Вот. Гуляют. Вот. Выходят в Яево, уже в темноте. Начинает спуск, идет дождь. Вот. Холодно. Потом, насколько я понимаю, что спускаются в сторону, туда, на север, вот, по серпантину. Вот. Им становится что-то холодно, а водители, я так понимаю, не очень управляют этой рукой. Сидят над елкой, руководитель бежит за помощью. И перед этим пропустив автобус, который мог бы подобрать. Вот. Когда возвращается, там, вот, пять-два-три-три человек. Ну, температура, ну, в общем-то, там, не минус какой-то, просто в дождь. Ну, а витам усилия. Ну, при сильном амитре, кажется, это не минус какой-то. Не, ну, тут вопрос, как бы, дорога едет вниз, все пойти. Да, устали, да, ну-то. Но, как бы, в такой ситуации, как бы, ногами, пинками, чем угодно, но вниз бежать по этой дороге можно. Ты придешь, как бы, уставший, забудущий, еще какая-то, ну, вот, это да и так. Развести костер, ну, не можно. Ну, ну, при всем желании, найти место всегда можно. Вот. То есть, как это, ситуация, как бы, пошла самотек. Ну, керевники, я так понимаю, на дебатную цену было бы самое, требовало сходить, потому что там бывало, по сути, разумею, 26 км, а они пришли, там, больше 30 км. И в дождь витрах все было без нанадия. Нет, тут они вообще-то не готовы ночевать. Ну, если уже, ну, попал или идти, или становись весен, ну, о чем-то. Ну, даже заводи костер, пошел из-за страны, что-то под дождем. Ну, опять же, непонятное решение, сам убежал, труба, усталость, ну, так и так. Ну, вот, это единички. Вот такое. Вот. Ну, еще тоже я хотел рассказать, это не украинское ЧП, а российское авиаборо на груз, я авиаборо на друга рассказываю. Вот. Группа собрана в интернет, из всех, из всей Советского Союза вышла. Вот. Приезжает авиаборо на груз только в интернет раз со стороны Хатиталу перевалов, тоже классика. Вот. График климатизации очень жесткий. Вот. Девочка плохо себя чувствует. Группа собралась, начала идти на вершину, ее тоже дали, тоже дали, еще как-то. Но смысл в том, что группа пошла наверх, вершину потопталась и пошла вниз. Ну, в сторону всегда ехали. Вот. Девочку уже не видел, а не было делать, и все. Вот. Она себя чувствовала плохо. Ну, дошла, не дошла. Ну, понятно, что не дошла. Вот. Но смысл в том, что, ну, чему я хотел сказать, просто подвивши по отношению руководителя, то есть ты не участникам вообще в такой ситуации. То есть это все настолько, получается, дикие, далекие друг от друга люди, что они вообще в этом все моменты не пропустили. А перед этим нам, однако, не кажется, тоже как-то складывалось каким-то значением. Тот с тем общается, с тем не общается. Те живут в одной половине, а те в другой, как-то другие видят, поедут. Ну, это довольно-таки те моменты, которые потом складываются в эту общую картину. Но сценизм страны, вот, люди не знают, как это назвать. Когда вышли на вершину, постояли, посмотрели. Понятно, что не всего на полных минут сетей 5-600, там, в Москве уже особо работали, ну, в той ситуации. Но не настолько же. Ну, не вот как-то. Ну, я уже не на этом шаг был. Ну, я тоже не умывал. Ну, это то, что я хотел рассказать о несчастном случае. Вот. Я надеюсь, что каждый из вас, ну, кроме того, что послушал действие мгновения, да, вот, почитает, параллельность вообще. Сцена, она вот есть, я еще могу поднять. Вот. Ну, и самое важное, в такой момент, вот, всегда очень серьезно относитесь к душу во второй сторону. В походе, вот, состояние вроде бы все хорошо, но в состоянии все плохо, где мы будем? То есть, вот мы идем, все улыбаются, все это, а через 2 минуты кто-то сорвался, а кто-то упал за гриппел, и все уже скобинается на дорогу. В первую очередь, вы должны, вот, морально не готовы, что что-то может произойти, а во-вторых, вы должны сделать здесь еще, до выезда, до гора, вот, максимально, чтобы ничего не произошло. Ну, то есть, хорошо готовиться, хорошо считать свои графики, хорошо собирать снаряды, хорошо спать вовремя, хорошо вернуть, вот, и хорошо общаться напрямую. Это все из этих вот маленьких, маленьких кубиков, становится большая, большая, большая картина. Вот. Надеюсь, что картина не было ничего. Все. Командир? Да. Этот парень, который был в двух походе, распухан, что с ним даже было? С кем? С кем? Парень, который был в двух походе. А с ним поездим, в двух походе. Что с ним даже было? А, что с ним было? Ну, родителям было настолько кофе, что с ним было, вот, что его, ну, когда его обнаружили, шел на круг на третий день, он не показывался. А потом было 15 человек, и мы говорили, ну, как это сказать, его форуднее, и можно было спокойно не наблюдать. То есть он все там хорошо палил, а дальше все на команду. То есть он, как бы, на команду, когда снял на третий день, и он, вот, 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 вот. Обнаружили, и ему что-то там дали, какие-то там, это, типа, диазолина, еще что-то, ну, и вроде бы что-то помогло. Но потом как-то поход начал заканчивать. И все, обошлось, нормально. Положите. Он просто потом от поезда встал в Петрозаводске. Но это отдельная история. Это еще что-то сплошное. Сплошное. У нас все.